приветствую всех с вами олег саламаха и сегодня мы с вами посмотрим самые решающие партии тайбрейка дело в том что основная часть матча закончилась в ничью поэтому теперь соперники будут играть более быстрый контроль быстрые шахматы и сегодня мы с вами узнаем имя нового чемпиона мира по шахматам он у нас будет 17 в истории внимание на экран на ваших экранах правила тайбрейка игроки сначала играют четыре быстрых партии с контролем 25 минут и 10 секунд добавления после каждого хода если за эти четыре партии у нас не будет выявлен победитель то затем играется еще две блиц партии с контролем 5 минут и 3 секунды добавления на ход если и там победитель не будет выявлен то играется еще две блиц партии и если и там будет ничья то вместо армагеддона соперники поочередно играют с переменной цвета блиц партии с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход до первого победителя вот такая вот информация белыми играл день лежень черными играл ян непомнящий по жребию которые проводили вчера первую партию день лежень играет белым цветом и он двигает вперед пешку ферзевую как обычно d4 после конь f6 конь f3 d5 c3 разыгран у нас дебют ферзевых пешек c5 dc е6 слон е3 слон е7 g3 конь c6 слон g2 ну и после рокировка b4 получается очень острый вариант где мы видим что белый захватывает пространство на ферзевом фланге черные в ответ играют конь g4 и в их цель входит продвижение е5 слон d4 ферзь c7 и после рокировка е5 теперь день лежень играет h3 прогоняя коня здесь можно отходить на поле f6 но соперники играют достаточно быстро и уверенно ед hg dc конь бьет c3 конь бьет b4 a3 ну и теперь конем уходить плохо на поле c6 потому что белый возьмут на поле d5 поэтому ян непомнящий предварительно нападает на коня и на связке его уничтожает водя c1 слон бьет c3 водя бьет c3 и конь возвращается на поле c6 после ферзь бьет d5 слон бьет g4 происходит вот такие вот упрощения конь g5 играют белые с угрозой ферзь е4 напасть на мат и на слона ну и вот здесь h6 сыграл ян непомнящий последовало конь е4 водя а е8 здесь можно было конечно бить на поле едва ну давайте не будем уже углубляться е3 отвечает день лежень уводя пешку из-под боя и после водя е5 ян непомнящий нападает на ферзя ферзь d2 и вот здесь ян непомнящий ошибся после чего перевес появился на стороне белых здесь надо было черным найти точный ход слон h3 пытаться вырубить вот этого монстра белопольного в случае взятия мы подбиваем коня и после чего пешка на поле c5 становится достаточно уязвимой но здесь может быть явно непомнящему не нравилось то что белые могут предварительно сыграть кони в 6 шаг и вот этим конем камикадзе разрушить прикрытие черного короля после gf слон бьет h3 водя d8 компьютер говорит что позиция равная поскольку конь теперь на поле d6 не идет но все таки руины как мы видим у черных и так водя d8 это не точность потому что теперь конь идет на поле d6 и белые накрепко захватывают инициативу сейчас например грозит е4 затем f4 и черные фигуры окажутся стеснены ладья h5 отвечает ян непомнящий пытается атаковать его здесь день лежень сыграл тоже неудачно сыграл ладья b1 и позволил тактическим путем российскому гроссмейстеру выровнять ситуацию гораздо сильнее было сыграть ферзь c2 уходя из-под связки подкрепляя пешку на поле c6 теперь b6 даже не сыграешь потому что конь на поле c6 начинает провисать со страшной силой а следующий ход уже где-то можно сыграть и ладья fb1 или же ладья b3 и так ладья b1 ошибка потому что теперь после конь е5 выяснилось что черные тактическим путем защищают пешку на поле b7 так как теперь нельзя бить на поле b7 было сыграно е4 покажу этот вариант ладья бьет b7 тогда черные объявляют вилку на ферзя и на короля если король уходит то мы просто съедаем ферзя с шахом ну а если забирать то после слом бьет f3 от мата на поле h1 ничто не может спасти поэтому после хода конь е5 пешка на поле b7 неприкосновенно и денежин играет е4 подкрепляя пункт на поле f3 уязвимый но здесь b6 отвечает я не помнящий и снова после cb замечательный ход от российского гроссмейстера ход ab бить на поле d6 там проигрывают черные опять же ввиду того что мы с вами смотрим rapid партии а не классику я не буду вас здесь грузить сотнями вариантов буду останавливаться только на самых ключевых после а б выясняется что снова нельзя бить ферзя дельный же здесь нашел единственный ход конь b5 контратакуя ферзя на поле c7 и уходя из подсвязки все дело в том что если побить ферзя то опять же следует конь f3 с теми же самыми идеями на король f1 мы просто забираем ферзя да еще и объявляем вилку на ладью и короля и здесь конечно же белые проигрывают поэтому после а б доска начала гореть огнем но дельный же не играет конь b5 здесь я не помнящий мог сыграть ферзь е7 с какими-то призрачными надеждами на атаку но я не помнящий играют черными стратегия максимальная надежность он бьет на поле d2 после конь бьет c7 слон h3 меняет защитника белопольного в лагере белых и после слон бьет h3 ладья бьет h3 теперь если сыграть ладья бьет b6 то так как делать нельзя поскольку после ладья d1 шах король g2 ладья h2 здесь белый король просто получит мат видите поле f3 то держит конь поэтому после ладья бьет h3 король g2 сыграл день лежень он нападает на ладью ладья h5 и ладья b5 очень сильный ответ связывая коня и ладья d1 находит точный соскок я не помнящий теперь после конь d5 ладья h1 черные готовы объявить вечный шах у белых также нет выбора поскольку грозит неизбежный мат надо давать шах на е7 и жертвовать качество на поле е5 после короля h7 ладья бьет е5 теперь конечно же бить на поле е5 там мы тоже нападаем на коня получается какой-то ладейник не очень хороший за черных поэтому самое простое решение как и сделал я не помнящий он объявил вечный шах ладья h2 шах теперь выясняется что король никуда не может уйти ни на поле f3 ни на поле f1 потому что тогда черные съедят ладью нападут на коня и останутся с лишним качеством поэтому белые вынуждены крутиться вокруг ладьи на поле h2 чтобы она была под атакой ну и после водя h1 король g2 здесь соперники согласились на ничью поскольку в любом случае черные объявляют вечный шах и так первая партия победителя не выявила мы идем дальше и смотрим с вами следующий поединок во второй партии тайбрейка соперники поменялись цветами белые фигуры принадлежали я но не помнящему и у нас была разыграна испанская партия после рокировка слон е7 d3 b5 слон b3 d6 a4 играет я не помнящий подрывая ферзевый фланг слон d7 h3 полезный ход профилактика и форточка и рокировка черные заканчивают развитие слон е3 конь а5 черные прогоняют слона ну и слон отходит на поле а2 временно жертвуя пешку на поле а4 ба слон d2 и конь c6 здесь последовала новинка от китайского шахматиста в партии предшественницы играли c5 таким образом защищали коня ферзем но не будем на этом останавливаться конь c6 конь c3 белые нападают на пешку который не жилец владя b8 конь бьет а4 теперь конь d4 отвечает день лежень ну и начинаются упрощение после слон c4 правда c6 играя здесь день лежень на слон бьет а6 как-то он хочет по центру где-то рвануть ходом d5 но может быть не сразу там варианты достаточно сложные то есть сначала ладья а8 именно слон c4 потом d5 так вот конь бьет d4 играет я не помнящий после ед слона f4 у все-таки у белых есть небольшой плюсик слон е6 ладья е1 а5 ну и вот здесь ферзь f3 отвечает ян непомнящий грозит продвижение е5 и белый вроде бы на пешку на поле c6 нападают ладья b7 отвечает день лежень хочет перевести ладью на поле d7 но компьютер этот ход не нравится после е5 он говорит что здесь надо было за черных слон d5 играть но это такие мелочи несущественные конечно же конь d5 сыграл день лежень и вот здесь действительно компьютер рисует перевес говорит что слон g3 надо было белым отходить и у них сохранялись хорошие шансы поскольку все-таки центр неустойчивый дальше хотим сыграть ферзь е4 напасть на пешку на d4 двигать пешку тогда конь на поле d5 начинает очень серьезно провисать и здесь у белых был бы перевес но я не помню еще после хода конь d5 сыграл максимально крепко еды слон d6 слон d6 ферзь d6 и ферзь е4 напал на пешку конь f4 а дележень играет на контратаку и довольно успешно это делает здесь ферзь е5 отвечает ян непомнящий опять же стратегия максимальная надежность после ферзь е5 ладья е5 вроде бы у белых позиции поприятнее пешка на опять подвисает но после солнца 4 dc ладья b4 все точно исполняет день лежень он атакует пешку на c4 и наводят c5 ну то же самое бы последовало и на b3 подрыв d3 со стороны черных водятся 5 d3 и позиция стремительно упрощается cd конь d3 водятся 6 конь е5 двойной удар на ладью и на пешку ну и после водятся 7 конь бьет c4 конь c5 конь бьет b2 конь d7 теперь конечно кажется что вроде бы белые зевнули то что можно пешку защитить но на ладья a8 последует просто водя бьет a5 нехитростная комбинация и бить нельзя ввиду слабости последней горизонтали ну и все равно позиция равная после конь d7 ладья е8 не пустил денежень коня на поле е5 я не помню еще забрал на поле a5 но и по сути можно опускать занавес еще последовали несколько ничего незначащих ходов и в результате все максимально упростилась максимум что до добился я не помню еще это испортил черную структуру но владейном окончании это нисколько не влияет у черных абсолютно нормальная позиция и дальше соперники еще немножечко потоптались и на сорок седьмом ходу согласились на ничью и так вторая партия тоже победителя не выявила теперь ставки повышаются до предела поскольку в третьем поединке диме жень снова будет играть белыми и конечно скорее всего он будет давить третьей партии сюрприз случился уже на первом ходу дили же неожиданно сыграл коня в 3 но я не помнющий быстро ответил д5 и после g3 конь f6 слон g2 е6 рокировка слон е7 c4 разыгран дебют рейти и дебютный выбор день лежения не стал для российского гроссмейстера каким-то сюрпризом рокировка b3 c5 уверенно играет я непомнящий cd конь d5 слон b2 конь c6 d4 белые прорываются по центру но и происходит упрощение cd конь d4 конь d4 ферзь d4 слон f6 ферзь d2 и здесь такой трюк который давным-давно известен всем шахматистам конь f4 бить ферзем нельзя потому что мы возьмем на поле b2 и захватим еще ладью на поле a1 бить на d8 ну там мы в промежутке пешечку на поле е2 с шахом скушаем поэтому надо забирать пешкой происходит размен ферзей ферзь d2 конь d2 слон b2 ладья d1 слон f6 у черных преимущество двух слонов а у белых давление по открытой линии d конь c4 ладья b8 чтобы освободить слона от горькой миссии защищать пешку на поле b7 конь e5 у белых отличные фигуры и видите что слон пока у черных никуда не выходит ладья d8 играет ян непомнящий провоцируя дальнейшие упрощения ладья d8 слон d8 ладья d1 слон е7 и здесь конь d7 отвечает день лежень форсируя переход в окончание с разноцветными слонами при ладьях и с лишней пешкой но оно держится за черных понятно что сейчас ладья a8 совершенно плохо уходить потому что белые могут дальше a4 сыграть и окажется что черные практически попадают в цуксванг поэтому слон бьет d7 ладья бьет d7 несмотря на то что это двойной удар на слона и на пешку непомнящий играет король f8 ну теперь если забирать ладьей то совсем простая ничья потому что слоны разноцветные поэтому день лежень забирает слоном но ладья d8 прогоняем ладью ладья c7 и ян непомнящий ставит пешку на поле a5 план очень простой ставим значит слона на поле b4 а ладья идет на поле d2 ладья c4 день лежень хочет сыграть ладья a4 затем a3 b4 и все-таки получить проходную пешку поэтому ян непомнящий сразу это пресекает играет слон b4 ну и после ладья c2 ладья d2 дальше можно опускать занавес потому что на доске возникли разноцветные слоны предвестники скорой ничьей и в итоге соперники начали повторять ходы и на тридцать третьем ходу согласились на ничью и так день лежень не сумел использовать преимущество белого цвета в третьей партии и теперь ян непомнящий будет играть четвертую партию которая может стать решающей так как у него будет белый цвет фигур и ян непомнящий конечно будет пытаться давить ну а если будет еще одна ничья то мы с вами будем наблюдать уже дополнительные блиц партии белыми играл ян непомнящий черный играл день лежень четвертая партия и так четвертой партии у нас была разыграна снова испанская партия рокировка слон е7 d3 b5 слон b3 d6 и a4 все это мы с вами уже видели слон d7 h3 рокировка слон е3 после коня 5 слона 2 b а здесь конь c3 играет ян непомнящий после ладья b8 слон b1 такая интересная штучка что заманиваем взять пешку на поле b2 но брать ее плохо потому что там ладья как-то начинает подвисать версия 8 сыграл день лежень в итоге партии предшественницы играли c5 и так ферзь е8 пока пешку на поле а4 китайский шахматист держит b3 теперь бить нельзя потому что висит конь c5 конь бьет а4 конь c6 конь c3 a5 конь d2 слон е6 и конь c4 посмотрите вот на этого товарища друзья вместо давайте здесь вернемся вместо хода конь c3 конечно самым логичным выглядел ход c3 чтобы потом вывести слона на поле c2 итак конь c3 a5 конь d2 слон е6 конь c4 и здесь день лежень ошибается ходом d5 но как выясняется после еды конь бьет d5 здесь лучше всего белым было бить на поле d5 но не помнящий сыграл слон d2 и теперь черные получали большие шансы на победу ходом конь f4 но поскольку соперники очень нервничали последовал размер на поле c3 слон бьет c3 слон бьет c4 bc и слон d8 день лежень держит пешку на поле a5 слон d2 слон c7 c3 f5 ладья е1 ладья d8 и после ладья 2 вроде бы позиция белых начала налаживаться после ферзи 6 ферзь е2 ферзь d6 теперь грозит очень неприятный ход е4 с атакой поэтому же 3 ход вынужденный ладья е8 ферзь f3 и е4 день лежень бросается в атаку которая выясняется что некорректная в анализе д е конь е5 конь нападает на ферзя теперь лучше всего было отступить на поле d1 белом но я не помню щи сыграл крепко ферзь g2 держит ферзя поближе к телу короля конь d3 слон бьет d3 ферзь бьет d3 еф ладья бьет е1 слон бьет е1 и ферзь бьет c4 произошел вот такое вот упрощение позиции белые остались лишней пешкой но пешка на поле f5 висит висит ладья здесь опять же к перевесу приводил ход ладья d2 такой тонкий компьютерный ресурс и на ладья бьет f5 ферзь выскакивает на поле c6 нападаем на слона грозим шахом с поле е8 ладья заползает короче здесь у белых был бы перевес но после ферзь бьет c4 не помнящий сыграл ладья a1 по-человечески последовало ладья бьет f5 позиция выровнялась слон d2 a6 форточка полезно ферзь c6 ладья f7 ну и после ладья е1 король h7 слон е3 слон е5 казалось бы что вот-вот вскоре последует соглашение на ничью но не помнящий начинает подкручивать позицию играет ферзь е8 нападает на слона и здесь день лежень находит единственное решение он бьет на поле c3 пешку не боится и после ладья c1 единственный ход ладья f6 здесь день лежень просто заиграл как суперкомпьютер даже некоторые люди начали подозревать в читерстве китайского товарища потому что ладья f6 как будто ход нечеловеческий ферзь d7 снова я не помню еще накручивать ферзь не может уходить из-за шаха и потеряется слон но здесь день лежень снова находит единственный ход и первую линию компьютера ферзь е2 слон неприкосновение потому что будет шах и взятие на c3 ферзь d5 слон b4 замечу что сейчас пока у черных уже лишняя пешка ферзь е4 шах король g8 ферзь d5 король h7 ферзь е4 я не помню сейчас согласен на ничью но день лежень решает играть на победу ладья g6 играет ладья встает как будто бы под связку грозит h4 h5 но пока ничего не работает потому что черные в любом случае смогут развязаться и так h4 здесь все равно заслуживала внимание но не помнящий допустил неточность сыграл ферзь f5 напал на пешку на поле c5 которая немедленно двинулась вперед c4 ведь она защищена ферзем а теперь грозит ферзь d3 неожиданно я не помнящий получает плохую позицию и здесь только ход ферзь f4 какой-то абсолютно не человеческий позволял держаться но соперники играли уже просто вот буквально на секундах ферзь значит h4 последовал ход который на самом деле сделал я не помнящий ход как будто логичный хотим сыграть h5 и связать ладью но этот ход проигрывает партию вот ферзь f4 все остальное просто безнадежно и так h4 ферзь d3 жесточайшее разочарование день лежень нападает на ферзя ферзь f3 ладья f6 тут начались просто чудовищные качели ферзь g4 c3 пешка черных пошла ферзи ладья d1 ферзь g6 размен ферзей конечно же в пользу черных ферзь c8 играет я не помнящий ладья c6 ферзь а8 и тут день лежень тоже ошибается здесь к победе приводил ход c2 и на ладья c1 слона 3 и выясняется что это конец потому что приходится отдавать качество и так ладья d6 оба соперника дико нервничают ладья d6 ферзь d6 ферзь е4 шах ферзь g6 ферзь c4 как-то худо-бедно я не помнящий пока не пропускает пешки ферзь b1 шах короля h2 теперь нельзя играть c2 потому что белый объявит вечный шах поэтому а4 слон d4 a3 и вот здесь наступает критический момент во всем матче друзья здесь ферзь c7 сыграл я не помнящий и это ошибка компьютерной ничьей приводило взятие слон бьет g7 и выясняется что здесь белый спасаются вечным шахом но найти это было нереально смотрите какая компьютерная ветка король g7 ферзь c7 шах и дальше миллион шахов выписываем и король как выясняется даже никуда уйти не может потому что белые настигают его везде вечным шахом ну в общем это был не человеческий вариант тем более что нужно смотреть еще и отступление короля вперед если король например куда-нибудь уманется в район поле c2 поэтому не будем осуждать я на после слон d4 a3 с человеческой точки зрения матч оказался предрешенным ферзь c7 это ошибка теперь денежень возвращает ферзя и пешки решают исход борьбы увы и ах но проигрывает российский гроссмейстер решающую партию тайбрейка дальше денежень действовал просто как суперкомпьютер ферзь c4 c2 слон e3 слон d6 король g2 h5 король f1 слон e5 g4 я не помощи бросается уже в отчаянную атаку шашки на голо но денежень спокойно все забирает ничего не боится a2 новый ферзь идет ферзь бьет a2 ну и после слон бьет f4 позиция совершенно безнадежно так как король у белых полностью раскрыт король черных находится как у вы и ах но китайский шахматист в этой партии продемонстрировал гораздо более серьезная серьезную волю к победе он отказался от ничьей почуял что я не помнящий может дрогнуть сыграл водя g6 и действительно я не помнящий ошибся ну что друзья день лежень у нас 17 чемпион мира по шахматам поздравление всем китайским болельщикам а также всем хейтерам я на непомнящего на вашей улице сегодня праздник ну а всех фанатов я на непомнящего тут как говорится без комментариев я не помнящий проиграл тайбрейк и увы и ах но теперь он у нас не будет чемпионом мира если только в другой раз но молодежь уже подрастает наступает на пятки поэтому я думаю что эпоха я на непомнящего уже ушла в закат а вы что думаете друзья пишите в комментариях ну а у меня на сегодня все день лежень которого вы сейчас видите на экране 17 чемпион мира по шахматам друзья если обзор вам понравился поставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале для вашего удобства чтобы вы посмотрели полностью весь матч целиком щелкнув на левую конечную заставку вы увидите обзор предыдущей партии матча на первомство мира между я но не помнящим и день лежением ну а щелкнув на правую конечную заставку вы увидите обзор следующей партии этого же матча таким образом вы сможете посмотреть весь матч целиком никуда не отвлекаясь все сделано для вашего удобства надеюсь что вы это оцените для вас работал и комментировал олег саламаха играйте в шахматы любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира пока а